Как и на что будет жить город в ближайшие три года? На постоянно действующем совещании администрации Саратова обсудили проекты бюджета до 2015 года. Как отметили участники ПДС, изменения финансирования уже в следующем году ждут бюджетников. Значительные перемены в поступлении средств будут непосредственно и в самой городской казне. Подробнее Динара Ахунова. На постоянно действующем совещании при главе администрации заслушали проект бюджет города на 2013 год и на плановый период 2013 и 2015 годов. Участниками стали представители общественных объединений, политических партий, представители мэрии и горсовета. С докладом о проекте выступил председатель комитета по финансам городской администрации Алексей Никитин. Он подробно рассказал о бюджете города на предстоящий год и среднесрочном финансовом плане. В этом году мы опять закладываем на решение вопроса, связанного с парлями земли. Мы квартиру жилой домами. А итог какой? Мы вкладываемся, а деньги не получаем. На заседании говорили об увеличении заработной платы работникам бюджетной сферы. Так, с 1 января 2013 года зарплату преподавателей планируется довести до 18 тысяч рублей в месяц, а с 1 октября 2013 года до 21 тысяч рублей. Всего же в части повышения зарплат муниципальным работникам дополнительно планируется выделить порядка 300 миллионов рублей. В связи с тем, что ситуация с областным бюджетом достаточно сложная, было принято решение по уменьшению доходных источников для Саратова. Так, транспортный налог в будущем году будет поступать в областной бюджет. Еще одна проблема – земельный налог. Мы не можем от налоговой инспекции заполучить ясного ответа, как собирать эти налоги. Потому что до сих пор формулы нет, до сих пор ответа нет. Первое время у нас что-то пошло, там порядка 150 миллионов мы заполучили. Сейчас вообще у нас ничего нет, потому что опять непонятно, что там происходит. В целом же, по словам Олега Грищенко, объем собственных налоговых и неналоговых поступлений не обеспечивает 50% от имеющихся потребностей на исполнение полномочий муниципалитета. Динара Хунова, Илья Ромазаев, Алла Хурунова, Вести, Саратов. В программе заслуженный ремонт. Саратовский театр оперы и балета, один из старейших в Поволжье и в России, сегодня нуждается в серьезной реконструкции. Требует обновления декорации. Масштабы работ к культурно-значимому объект оценила председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике облдумы Наталья Лендегрин. Рассказывает Татьяна Кудасова. Разговор начался прямо за кулисами. По плану, на сцене театра за сезон должны сыграть 19 новых спектаклей. Кроме этого, здесь проходят и коммерческие концерты. Но вы не расстраиваете меня? Скажите, что на ваши премьеры, скажем так, и постановки ходят примерно столько же, сколько и на коммерческие проекты. Вчера у нас состоялась интересная постановка, опера Евгений Онегин. Нам очень приятно, что в зале было и, кажется, яблоку некуда упасть. В святая святых за сценой представитель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политики Саратовской областной думы Наталья Лендегрин расспросила о самых наболевших проблемах. Их в театре оказалось достаточным. За кулисами крайне необходимо новое художественное оформление и декорации. И, конечно, отметил директор этого учреждения, культуры нужны деньги и на премьеры. Грант рассчитан на три года. В процессе выделения этого гранта будет оказана помощь и на заработную плату, и на организацию различных мероприятий. В этом году театр опера и балета выиграл федеральный грант – 87 миллионов рублей. Эти деньги как нельзя кстати. Увидела Наталья Лендегрин и новшество. Здесь хотят сделать абсолютно безбарьерную среду. Уже 15 декабря в театре появятся тактильные полосы на лестнице для слабовидящих и пандусы. В первой части тоже раскладывается. Сюда заезжает коляска и нажимается на соответствующую кнопку, и лифт пошел наверх. Особое внимание депутат областной думы обратила, конечно, на фасад здания. Трещины здесь видны невооруженным глазом. Директор признался, артисты опасаются находиться в театре. Сейчас ему необходима полная реконструкция, а также укрепление фундамента, замена всех коммуникаций и установка вентиляции. Здесь необходима, конечно, помощь. Порядка более 500 миллионов, скажем так, требуется этому культурному учреждению. Конечно, здесь необходимо подключать федеральный бюджет, чем сейчас уже занимается директор театра. Но я думаю, что область тоже не должна остаться в стороне, поскольку здесь необходимы средства на проект. То есть даже на проектные работы мы говорим о том, что надо уже порядка 25 миллионов. О проблемах театра Наталья Линдегрин пообещала рассказать на рабочих группах Комитета по культуре и вынести вопрос о финансировании на заседание правительства.